Добрый день! У нас в студии Леон Мазин, руководитель общины «Возвращенная на Сион» из Хайфы из Израиля. И первый вопрос, наверное, стоит нам спросить, а вообще верить в Бога? Зачем верить в наше-то время? Ну, вопрос на самом деле непростой, я думаю, он даже философский. И вера в Бога, по-моему, это внутренняя насущная нужда каждого человека, который сталкивается в жизни с разными ситуациями, разные мысли проходят через нашу голову, и не подумать о существовании какого-то высшего существа или что у жизни или у творения есть начало, ну, практически невозможно. Конечно, есть совершенно другое мнение, и атеисты скажут совершенно иначе, но здесь я, наверное, могу вам ответить словами Ешуа, когда его ученик Петр Симон исповедовал веру, что он, Мессия, посланный от Бога, Ешу ему сказал такие слова, что «Не кровь и плод тебе открыли это, но Отец мой сущий на небесах». И я думаю, люди, у которых закрыто вот это окно веры, ну, по-моему, или достаточно несчастные люди, или достаточно упрямые люди, наверное, на каком-то этапе все равно приходящие к какому-то мавосатум, к дороге, в которой нет выхода. И я считаю, что это громаднейшая благодать, когда у человека пробуждается это желание, посмотрев вверх, вниз, в стороны, посмотрев на море, на лес, посмотрев, в конце концов, на рождение ребенка, или как человек, заболев, выздоравливает, или, не выздоравливая, умирает, его хоронит, он задумывается, что-то не может быть, вот так оно все оборвано, есть какое-то запредельное понимание. И я хочу сказать, наверное, блажены те люди, которым Бог дал вот это чувство искать духовность и находить его самого. Ну, хорошо, человек определился с тем, что во что-то надо верить, и вот он, ну, литературно говоря, выходит из дома, думает, дай-ка я займусь своей верой. Оборачивается вокруг, да, тут же выбор огромный. Ну, в некоторых странах сейчас, правда, помогают людям, запрещают некоторые организации, но в некоторых свободно, пожалуйста, что хочешь, какую конфессию выбрать, куда податься? Окей, смотрите, я ни в коем случае не хочу там критиковать какие-то другие конфессии. И я могу сказать, что в своем личном поиске, и это было конец 80-х, начало 90-х, когда просто наплывы нужды в духовности посещали, и, как вы понимаете, ну, как бы я из еврейской семьи, но из светской семьи. И то, что у моего дедушки на столе были молитвенники, еще ни о чем не говорило. То есть он, да, возможно, и веровал, хоть с нами он ни с кем этим не делился, потому что там было запрещено. Но потом, в конце 80-х, в начале 90-х, когда я, допустим, приехал, в моем случае, в Израиль, и вот эти порывы к духовности, они приходили, то в моем случае, и я благодарен Богу именно за это откровение, я сейчас хочу сказать, что вера в Бога, основанная не только на знании священных писаний, на логических каких-то выводах, но на откровении, она выносит нас, наверное, туда, где нам нужно быть. Я в своем случае хочу сказать, что я рос в светской еврейской семье, и особенно там, где я рос, христианство, Иисус или Иешуа, как мы его знаем, он никогда не был особенно популярным. Почему он не был популярным? Потому что в бывшем Советском Союзе евреи прошли через погромы, через унижения, через антисемитизм. В других странах мира те же евреи прошли через инквизицию и другие погромы или другие гонения. Поэтому у еврея с Иисусом всегда очень сложные отношения. В моем случае это было откровение, которое меня просветило в один момент, но это не значит, что я слепо пошел за этим откровением. То есть в моем случае откровение предшествовало изучению. И потом уже изучая, я утвердился, что то откровение и переживание, оно вполне соотносится с откровением Божьим для народа Израиля. То, что записано в так называемом Ветхом Завете, правильно сказать, в тонах нету никаких Ветхих вещей. И потом оно записано в Новом Завете опять-таки евреями для евреев и уже потом для остального мира. Короче говоря, в моем случае это было борение понять, предаю ли я свою народу или не предаю. И потом, когда я понял, что быть евреем и веровать в Иешуа – это заповедь, это одна из заповедей. В авторозаконии написано, я пошлю вам вождя, или точнее там Муше говорит, будь вождь, как я. И кто отвергнет его, тот исключится из числа народа Израиля. То есть Израилю были поставлены определенные вещи, поэтому я здесь как бы немножко со страхом, без того, чтобы сказать, вот ты должен. Но это особенная милость – познать Бога, познать Бога Израилева, уточню, познать Его как единственного Шма Исраэль Адуна Елугейну Адуна Ехат, единственного или единоличного Господина Всего и проводника к Нему, Его Сына Иешуа. То есть это как бы Алифбет или АБВГД. То есть я считаю, что Бог дал нам эту милость. Если кто-то избирает какой-то другой путь или что, Бог ему судья в конечном итоге, но без веры в Творца жить крайне сложно. Ну вот мы сейчас говорили, Израиль, еврейский народ. То есть получается, вера как-то связана с национальностью. А вот русские нас говорят, мы православные, а кто-то говорит, мы буддисты или мы синтоисты. Неужели есть у веры национальность? Я так скажу. Конечно, всякий раз можно сойти на какие-то разные направления, но я все-таки говорю с позиции еврея. И не в обиду любому исповедующему Иисуса Христа, я хочу говорить именно об этом, не о буддизме, не об исламе, а именно о христианстве, иудаизме, иудаизме христианства. Всякому исповедующему Иисуса Христа важно знать, что Бог начал с еврейским народом. И в Ютубе, в разных каналах есть также и мои, в том числе, некоторые семинары и разборы, где мы говорим о теме того, что творение заблудилось, сбилось с пути, выбрало другой путь. Это было описано в 9-й, 10-й книге Бытия, в 11-й книге Бытия. И потом Бог избирает Авраама, и в нем созидает еврейский народ, или через него делает этот еврейский народ определенным инструментом в руках самого Творца, чтобы исправить какие-то земные дела. То есть здесь евреи не как бы сами, вот мы вот, и вот наш Бог, а Бог делает инициативу. Он избирает Авраама, говорит, твои потомки послужат к благословению, можно поставить слэш и сказать исправлению мира. И вот здесь уже на эту историю мы смотрим по-разному. Некоторые вот сказали, окей, мы ортодоксы, мы верим только в Тору, мы верим в Танах, в Гумара и так далее. То, что не принимает Ишуа Мессию, я имею в виду последующие понимания Гмара, Мещуа, все остальное. Но здесь есть определенная проблематика. Здесь есть определенная проблематика. И как один, также неверующий в Ишуа Равин, без имен и без фамилий, сказал интересную фразу. Я верю, что Тора, она актуальна каждый день. И если мы застыли только там, четыре тысячи лет назад или три тысячи лет назад, и мы не видим, как она развивается дальше, мы не можем следовать ей. И я понимаю, что две тысячи лет назад эта же Тора развила то, что называется, или того, кого называют Ишуа Мессия, или Спаситель, или Господь Иисус. И именно он стал тем ключом, про которого Бог говорил еще Аврааму, про которого он говорил Мошей, про которого он говорил пророкам, что он включит многие исправительные источники, он даст избавление, исцеление еврейскому народу. Но также Новый Завет раскрывает идею, что в его время откровение для Израиля станет общественным откровением. И мы потом читаем, как вера в Творца, в Бога Израилева посредством Ишуа распространилась в народах, она видоизменилась, есть разные направления христианства. Но всегда это, всегда об одном и том же. Это о Спасителе Ишуа, о Творце, Боге Израилева, и о том, что в один день, по-разному этот момент понимают, один день, в тот день, вон и день, в день Господень, и тем путем или этим путем, но придет какое-то исцеление. Я считаю, что инженерал в основном это путь, и стоит его придерживаться. Спасибо.